Едем дальше. Поговорили о гардпуле, привели какие-то примеры. Дальше после гардпула у нас два пути дальше. Либо вы гардпастер, либо вы... Если хорошо против гардплея работаете, будете сразу сзади человека в черепаху загонять. Тоже у меня был такой экспириенс в жизни. Начнем сейчас снизу, потому что там не так много о чем рассказывать. Максимально быстро, лаконично об этом пройдемся. Итак, несколько вещей, которые очень важны для гардплея на соревнованиях. Первое. Возьмем сейчас самую стандартную. Смотрите, вот сейчас Андрей стоит. Тебя что-нибудь выводит из равновесия? Ты хорошо стоишь? Он прекрасно стоит. Что он будет делать? Он наберет сейчас свои захваты. Он будет тыкать мне руки, он будет убирать мои ноги. И он сразу же будет ослаблять мою позицию, готовясь к ее проходу. Я буду тебя раздавливать. Да? Это самая важная вещь. В любых гардах, какой бы вы гард не играли, ваш соперник не должен чувствовать равновесие. Если он чувствует равновесие, он займется своим делом, он займется проходом гарда. Теперь смотрите, вот Андрей даже взял захваты. Что я делал? Я начинаю его выводить из равновесия. Я начинаю его раскачивать в одну сторону, в другую сторону. И ему приходится свои руки использовать для поиска баланса, чтобы не упасть, чтобы не отдать мне баллы. Только после этого, когда он восстановит позицию, он сможет вернуться к своей работе по проходу гарда. Если вы будете давать человеку стоять в позиции удобно, например, эксгарда приведу, можно. Часто люди думают, что эксгард это вот это, они ножки сюда заправили. Здесь взяли, короче, и лежат такие, да? Моментально отключают стопу, выдавливают ногу, начинают проходить. Я же не знаю, с тобой нос так, потому что не очень гейкий. Ну, не важно. То есть, потому что у него руки ничем не заняты, да? А с другими, как бы, брать или нет? Да, поэтому что я хочу? Я хочу его раскачивать, я хочу выводить его из равновесия, чтобы, видите, даже если он рукой ни за что не держится, он ей балансирует. Да. Либо он, не матерись, он отпустит захват, и он будет водить руками по воздуху, чтобы придать баланс своему телу. То есть, я постоянно в любой позиции хочу человека раскачивать, в какую бы я ни приходил позицию, вот. Я хочу вот этого, чтобы его руки были заняты поиском равновесия. Если вы будете в позиции, да, там, приведу на примере ласса, часто люди берут такие, у меня неуязвимая ласса, я буду лежать в нем и держать руку. Это не так работает, люди достаточно спокойно вас будут поддавливать, разрывать вашу позицию, да, просто потому что вы ничего не делаете. Поэтому, первое, на что вы должны обратить внимание, это в любой позиции, в которой вы оказываетесь, вы должны человека постоянно болтать, постоянно выйти из равновесия. И здесь еще один супер важный нюанс. Смотрите внимательно. Окей. Словно Деларива стартовая. Здесь, понятно, болтаю из равновесия, все хорошо. И, допустим, я хочу поменять Делариву на ласса, да, достаточно частые комбинации. Что вы делаете? Вы перестаете человека качать. Вы перестаете на него оказывать какое-то воздействие. Вы берете и начинаете вот так вот ножки заправлять, да, как будто он будет ждать, пока вы что-то куда-то засунете. Самая уязвимая позиция в «Жу-Жу-СКК» это транзишн позиция. Это позиция, когда вы переходите из одной позиции в другую. И вы должны бороться с тем, чтобы переходить как будто перед вами труп. Ну вот реально, то есть вы должны понимать, что перед вами мотивированный, да, мы говорим о соревновательной борьбе, сильный, подготовленный человек, который хочет вас выиграть. Поэтому, если я условно хочу из Деларивы перейти в ласса, да, и у нас идет борьба, я не буду отпускать так все захваты такой, ну все, пошел в ласса как бы, да, чтобы меня прошли. Да, то есть, словно я здесь, я пытаюсь его, да, разболтать, в какую-то сторону вывесить, и в момент, когда он восстанавливает равновесие, я буду менять позицию, заходить в нее и снова в ней работать. Как только вы это освоите, да, переход из позиции в позицию через, скажем так, создание уязвимости для вашего соперника, вам будет гораздо легче бороться, потому что у него будет намного меньше возможностей вам противодействовать. Следующая вещь, которая очень важна в гарплее, это понимание, откуда исходит угроза. А почему-то многие люди об этом вообще не думают, да, то есть… Я потом вам покажу, откуда угроза угроза. Да. Яркий пример – это неконтролирование второй руки, то есть люди очень любят работать с одной стороной человека, забывая, что там есть вторая сторона, она может оказывать на вас воздействие, влияние. То есть я, условно, взялся здесь, взялся здесь. Что я контролирую? Я контролирую одну сторону. И, допустим, я делаю движение, которое, допустим, майки Мисс Умей считают его неправильным. Я хочу толкнуть вот этой ногой его в ногу. У него рука свободная, он держит за штаны. Я начинаю толкать, он просто перешагивает в движении мою ногу. Ну, да, то есть вот он просто перешагивает, закрывает мою ногу. Все, я не рассмотрел угрозу. Стала ли моя позиция сильнее? Нет, конечно, она стала слабее. Он ее будет развивать, заходить сюда, меня давить. Так, все, останавливаю свой поход. Смотрите, вот мы взяли позицию. Я смотрю и анализирую. Вот эта сторона для меня сильная, я ее контролирую. Вот эта сторона является для меня слабой, потому что у меня контроля здесь меньше. Я должен очень внимательно следить за тем, что он здесь делает. Смотрите, когда нога близко, да, это достаточно сильная нога, ее тяжело убрать, тяжело пройти. Как только я ногу выпрямляю, эту ногу очень легко убрать. Ее в любую сторону загрузить, она становится слабой. То есть, например, я хочу здесь толкать, у меня нет контроля, я ослабляю эту сторону, да, и у меня случаются проблемы. Что я могу для этого сделать? Я могу взять захват на руке, получить контроль, и вот здесь уже я могу его растягивать, могу готовить его к силе, могу готовить какие-то другие атаки. Потому что вот этой моей ноге, вот эта рука уже не угрожает. Да? Дальше. На примере Ласса Гарда. Да, откуда исходит угроза? Я беру, и вы должны понимать, что вы позицию не телепортируетесь. Да, часто люди Ласса заворачивают так, как будто они, ну, не знаю, у них ноги макаронины, а перед ними итальянец, который в восторге от их движения. То есть, если вы будете вот так вот медленно заварить ногу на километровом движении, он просто локтем блокирует ваш подкар. Ну да, то есть, он просто блокирует вот так вот, вы уже ничего не заправили, потому что вы не рассмотрели, что здесь как бы есть угроза, и что вот с этим моментом нужно очень внимательно работать. Да, то есть, как мы работаем с Лассом? Бум, заправили, подвинули таз, заправили, контроль, активировали свой таз, да, активировали Ласса, вправь позицию. Вроде все нормально. Где у нас здесь угроза? Первая опять же, на примере Ласса, это вот эта рука. Что он хочет сделать? Он хочет сюда обойти вот эту ногу, да, ну, да, вниз. Ну, вниз ее между ногами убери. То есть, между своих. То есть, сейчас люди убирают ее сюда, и вот эта рука хотят дотянуться до моей головы. То есть, да, взять кроссфейс, допустим. Вот здесь у меня, это уже не Ласса. Это у меня уже позиция полупроходная, да, то есть, я здесь рискую, особенно если он возьмет хороший кроссфейс. Я вот здесь, Ласса, Гарт, я уже здесь вот проиграл, да, то есть, меня будут сейчас давить, думаю, давай, 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 давай. Вот, да, 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 вот. Даже прихрустел. Вот, то есть, вы должны понимать, давай, вернемся обратно. Вот она угроза с этой стороны, у меня нога должна работать, должна его не пускать, да. Должна эту руку постоянно блокировать, чтобы он не мог убрать мою ногу. Дальше, где еще угроза? Угроза, если он, давай еще боком повернемся в камеру. Угроза, если он поставит, да, колено мне на ногу, либо он будет, видите, коленом вычищать стопу вовнутрь. Да, и здесь уже придется тебе что-то искать заново. Да, то есть, я теряю, мне уже разобрали Ласса, я потерял позицию. Либо, люди часто бывают здесь блокируют, колено ставят мне на ногу, чтобы я не мог вывешивать, да. Что здесь человек сделал? Человек, погоди за мной, пожалуйста. Вот он поддал вес, дай вес, он лишил мне мобильности таза. Если я не могу двигать тазом, я не могу искать нужные углы для Ласса, соответственно, я буду проигрывать позицию. То есть, словно, мне нужно взять его в руку, вставить ногу, поднять таз, вывести обратно. Все, таз мобилен, я могу работать. Но как только мне поставили колено на заднюю поверхность бедра, если я не реагирую, я буду делать Ласса, свипы. Все, вас разберут. Во всех позициях, в которых вы работаете, вы должны четко понимать, откуда исходит угроза, и в первую очередь смотреть туда. А не на свои хотелки, потому что, если вы будете, опять же, например, в Далариве, мне очень нравится. Я хочу в Далариве, на Беримбол, я туда-сюда. Человек в этот момент вам начинает отгружать ногу, как бы, без одной ноги вы уже ничего не сделаете. Просто потому что вы свой фокус внимания направили на представление, на визуализацию того, что я сейчас делаю, абсолютно пропустив важный момент того, что с вами уже делаю. Это очень важно. Настя, ты считаешь его красивым? Ну да. Честно? Моя дочка, да, что она тебе говорит? У меня папа и мама самые красивые. Сережа сказал, что ты старый пень. Следующая вещь, которой вы должны научиться, если вы хотите успешно выступать. Вы должны понять, что есть этажи атак. Этажи атак у нас, возьмем число три, потому что Бог любит троицу. Первое – это плечевой пояс. Что такое атаки плечевого пояса? Это моплаты, это треугольники, это рычаги локтя и все такое прочее. Это самый верхний этаж, это плечевой пояс, голова. Средний этаж – это работа с его тазом. Это те ситуации, когда мы выводим его из равновесия, подняв его таз. Допустим, здесь я беру вот, я работаю со средним этажом, я работаю с его тазом, на основе этого определяю, что мне нужно сделать. И, соответственно, нижний этаж – это его ноги. Это может быть как банальное толкание в ногу, так может быть что-то более разнообразное. Например, крючком здесь растаскивать человека, чтобы получить его реакцию, получить доступ к другому этажу. И частая ошибка, она опять же связана с тем, что вы хотите сделать то, что вам хочется, а не то, что нужно. А это долбиться в один этаж. То есть часто люди такие, окей, вот у меня, условно, два рива. Я беру, я сейчас расположен для атаки его среднего этажа, он готовится держать равновесие, он все осел, готовится держать баланс. Я его здесь буду очень долго качать, буду очень долго воевать с его этажом, потому что весь его фокус направлен на то, чтобы не дать мне сработать с его тазом. Но ничто не мешает мне, например, переходить на работу с его верхним этажом, с его плечами. Он начинает реагировать здесь, да, понимая, потому что я иду к плечам, окей. Выигрывает тот, кто быстрее, да. Если вы атакуете человека, он постепенно не успевает за вашими атаками, вы сделаете успешную атаку, заберете баллы, возможно, выиграете схватку, сделаете сабмиссион. Если вы будете долбиться все время в одно место, особенно если... Особенно смешно, когда у человека как бы не получается, и он делает раз за разом, то есть вот условно, я хочу толкнуть его в ногу, он ее убирает между ног. Я беру, вытаскиваю ногу, ничего не меняю. Вот, в какой-то момент это закончится тем, что он все-таки сообразит, что я дурачочек, и прыгнет в свою любимую позицию. Ваши ноги должны постоянно путешествовать по телу человека, проверяя, где он наиболее уязвим, то есть, например, да, мы здесь, я понимаю, здесь он хорош, окей. Я хочу, видите, отделить его руку от тела, да, возможно, показать ему лаз, возможно, это будет рычаг, он реагирует, растаскиваю, да, поменять направление, сработать. Смена этажей особенно важна для сапхантеров, да, тех, кто любит делать рычаги, как-то вот наш оператор, те, кто любит делать треугольники, им оплаты, потому что у них какая проблема, то есть, их соперник знает, что их будет атаковать в плечевой пояс, втягивает башку в плечи, поджимает к себе локти, такой, ну, как бы, не отдам. Да, 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 и вы, как бы, вы будете здесь очень долго его лупить, у вас схватка, скорее всего, раньше закончится, особенно, если он еще два балла перед этим взял, да, то есть, или преимущество, он будет, слушайте, судья, если еще пассивы не дает, да, если по Невазе бой есть, судья не знает, что такое пассив, как бы, он думает, что это ориентация, а не оценка на соревнованиях, вот, если вы будете все время ломиться сюда, вы ничего не сделаете, но. Вы можете, да, начать работать в другой позиции, и у вас результативность повысится. Еще одна важная вещь в гартплее, которую вы должны освоить, это смена направления атаки. Вот, часто у вас есть любимая сторона, все атаки вот в любимую сторону. К противника тоже, и он всегда будет стараться зайти. Да. Вы, как только вы приучитесь резко менять направление, количество успешных опций у вас будет гораздо больше, да, тоже Деларива, потому что, ну, супер распространенная позиция, все там ее играют, любят. Куда я буду свиповать в Делариве? Я буду свиповать в эту сторону, да, и на берембола, и на свип, и так далее, и так далее. Разумеется, что он будет делать? Он будет, во-первых, здесь постоянно искать равновесие, в-трих, он будет отсюда вставать, вот сюда, ну, не туда же он будет вставать, да. То есть, например, я беру, вывожу его из равновесия, то есть я толкаюсь, он меня переигрывает, он начинает вставать, да. Возможно, он подразрушил мою позицию, в итоге мы вернулись не в ту позицию, в которой были, а в которой, на самом деле, изначально даже хуже, да, чем предыдущая. То есть здесь у меня уже нога проиграна, он уже начинает накрывать мое колено, контролировать, это не очень хорошо. Но, смотрите, что мы можем сделать, да, у нас говорила, я здесь, он начинает вставать в ту сторону, ты живой, нормально? Самый банальный пример, я просто на его движении, то есть, вот его движение, он и так стоит, я продлеваю его движение, тем самым, получая очень сильную реакцию, да, которая открывает для меня очень много возможностей. То есть, смотрите, не просто толкать в одну сторону, если он там уперся, дернете в другую. Если вы это начнете комбинировать, количество ваших успешных действий сильно возрастет. Да, сейчас, в примере тоже все самое, я пум, раскачиваю, вывожу, он встает, он понимает, что я дерну, допустим, да, то есть он начинает вставать, он понимает, что я дернул, он не хочет улететь в ту сторону, он начинает медленно вставать, и я начинаю доводить в эту сторону. Это такая сложная игра, я знаю, что он знает, что я знаю, да. Чем больше противник видит опции, которые вам доступны, да, то есть он видит, так, я сюда пойду, здесь атака, здесь атака, здесь атака, тем дольше времени он потратит на выбор правильного действия. Чем больше времени он тратит на выбор своего правильного действия, тем больше у вас времени сделать то, что вы хотите, да. Меняйте направление, меняйте этажи атак, смотрите, откуда исходит угроза, и любой ваш гард, неважно, какой гард вы играете, станет сильнее. Ребят, интересный такой магазин, Файтвир, да, это один из, наверное, древнейших магазинов по продаже качественной экипировки, это магазин, где никогда не купите палево, и я хочу сказать большое спасибо этому магазину, потому что благодаря их поддержке в том числе появляется контент, появляется у меня мотивация создавать контент, появляется контент у других тренеров, да, и это ребята, которые сделали очень большой вклад в медийность отечественного джиу-джитсу, отечественного другого там спорта, да, там бокс, там ММА в том числе, да. Если вам хочется купить какую-нибудь классную прям шмотку модную, джитерскую или не только, то приходите, ребят, Файтвир. Файтвир классный, ребята, большое им спасибо. Хотелось бы отдельно, наверное, высказаться о таких гардах, которые я называю близкими гардами, то есть о чем я говорю. Вот у меня, да, там Ласса, Спайдер Ласса, Дларива, я держу человека на дистанции. Я захожу в X, в Single X, неважно, между мной и человеком есть дистанция, это называют бы дальние гарды, да. Есть два близких гарда, это Клосс гард, который является, на мой взгляд, самым сильным гардом в джиу-джитсу. Почему? Его нельзя сразу пройти. Клосс гард сначала нужно открыть и только после этого пройти, то есть на одно действие больше. Поэтому по сумме, как бы, признаков, это самый сильный гард в джиу-джитсу, да. И самый близкий гард из возможного, это наш любимый с Андреем, халфгард и дип-халфгард. В дип я сейчас не полезу, остановимся на примере халфгарда. Смотрите, дистанция, это ваш союзник, то есть если он стоит от меня далеко, может отойти от меня, пожалуйста, уставить, отойти. Отсюда он мне ничего не сделает. И он подойдет чуть ближе, чуть стало опаснее. Чем ближе он ко мне, тем больше опасности для меня. Если он становится ко мне совсем близко, то есть мы говорим о раскатанном халфгарде. Все, очень опасная позиция для меня в схватке. Поэтому, чем ближе ваш гард, да, который вы предпочитаете играть, тем тщательнее вы должны следить за дистанцией, за сменой этажей, за сменой направления атаки. Почему? Давай, можешь встать, пожалуйста. Окей, вот и сюда. Я ошибся в Далариве. Ну, допустим, я сделал что-то не то, он убрал мою ногу. Да, работай. Между нами есть расстояние, я могу переться рукой, я могу вставить ногу. У меня есть еще возможность защищаться. Да, я могу просто, банально бывает такое, я могу отпинаться от него, да, и тем самым защититься. Но, если я в халфгарде, я условно ошибаюсь, да, вместо лежания на боку контроля руки, я поворачиваюсь на спину, меня накрывают, все, моя ошибка становится фатальнее. Чем ближе гард, который вы играете, да, чем ближе дистанция между вами и вашим соперником, тем опаснее допускать ошибки. И вы должны это понимать, когда вы страиваете свою стратегию, свою тактику на схватку, тогда вы выбираете, в какой позиции вы предпочитаете бороться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...